Гайд на системные требования появился с отражения. Не именно вот с этого, а с эффекта, который он дает. Вот смотрите. Видите, неприятный какой эффект? Это работа HDR. Я вам могу показать ее под фильтром. Честно скажу, как есть. Изначально я пытался вообще убрать вот эту дымку противную. Дело в том, что эта дымка появляется при определенных условиях. И так сделана игра, что кокпит у нас тащит абсолютно любые цвета. То есть мигает фонарик. У нас кокпит отражает. Так вот сделаны в игре цвета. Вот посмотрите на ней какой цвет броник. Как вы думаете, какой цвет? Да, этот броник сейчас превратится в красный. Но изначально я вообще пошел по конфигу. И какие-то настройки пробовал там делать. Убрать дымку. Смотреть, как графон на это влияет. Какие CPU показывает. Ну и прочие прибамбасы. Ну куда пошел-то? Алло. Я подожди. Я летаю. Я обкурился, что летает он. Если коротко, то по этим всем конфигурациям и настройкам я очень сильно обломался. Потому что все уже решили за нас. Вот так вот. Зато получился очень отличный гайд на системные требования. Великолепный. Это было такое начальное вступление, чтобы вы поняли, почему я изначально начал проверять HDR. Как я докатился до графона. И какие здесь факторы определяют. Приятного просмотра. Передо мной стояла задача Иная. Не то, что оптимизировать какой-то билд под себя, чтобы был нормальный и адекватный FPS. А то, что этот гайд будет на протяжении какого-то долгого времени актуален. Это уже совсем другое. С одной стороны, по графону я очень разочаровался. С другой стороны, я безумно рад, что так получилось. И Cloud Imperium Games многие вещи решил за меня. Итак, давайте приступим. Я сразу начинаю, не поверите, с HDR. Многие уже привыкли, что я всегда начинаю с какой-то непонятной темы, а потом уже это дело подвожу. Так, к сожалению, так получается. HDR. Это динамический свет, если кто не в курсе. Для этого нам надо найти какой-нибудь фонарик. И вот я вам сейчас покажу, что такое HDR. Буквально коротко. То есть, это динамический свет. Грубо говоря, такой же эффект мы получаем в реальной жизни. Если мы будем смотреть на яркий свет, то у нас будет зрачок расширяться. Именно поэтому добрые медики всегда пытаются фонариком засветить нам глаза. Почему я за него взялся? Ну, во-первых, это относится к графону. Во-вторых, получаются такие случаи, когда тупо слепят вас. Ну, в лобовуху светят вам и нормально. Помимо этого, это также применяется в ПВП. То есть, если вас ослепят, то есть, поставят перед какой-нибудь дверью машинку, либо какую-то технику, вы здесь будете как крот слепой. Я вот скажу честно, когда еще в далеком 2016 году были битвы за Корею, там тоже пытались слепить. Но, скажем так, движок на тот момент не позволял таких возможностей, поэтому особо это так не применяли. То есть, сейчас... Итак, первое разочарование, которое нас ждет, это связано с HDR. Поэтому, что мы делаем? Правильно, мы находим комнату, где будет максимальное количество источников света. И где никто нам не будет мешать. Конечно же, это комната хакера. Grimhex. Вот именно вот в этой комнате я начал тестировать. Но она, в принципе, такая креативненькая, и здесь очень много источников света. Источник света будем проверять вот на этом, потому что он достаточно яркий. Я также сразу скажу, что HDR не будет работать, если есть несколько источников света. Итак, я сразу предупрежу, что сейчас я буду показывать консоли. Очень многие люди боятся консоли, не понимают, что там вообще надо нажимать и вообще для чего она сделана. Вы просто не пугайтесь. Консоль – это та вещь, которую вы можете нажать вот где бы вы ни находили, что бы вы ни делали в игре, вы можете вызвать консоль. Там есть какие-то циферки. Я буду использовать команду Q-Quality. Все, кроме первой – это Quality. Первый – это Выход. Даже если вы в этом не разбираетесь, тут все просто приоткрою карты. Это все дело просто не работает. Вот и все. В общем, цифры, которые я показывал, они были трешечки. У вас это могут разные быть цифры. Там и двойки, и единицы, и нули. В определенных случаях они будут определенные. Это я тоже сейчас расскажу. Просто дайте мне про HDR рассказать. Потом сделаем пару тестов, и вы все сами увидите. Нажимаем Q-Tab, и табом подбираем команду Shader HDR. HDR вписываем в ноль. Проверяем ее. Да, он нулевой. Увеличиваем. Ослепляем глаз. Работает. Хотя мы вписали ноль. Но он работает. Я могу это все дело подогнать под фильтр. Если интересно, есть фильтр такой. Примерно игра воспринимает вот так. То есть, как только не хватает яркости, она ее автоматически докручивает. Но если яркости, естественно, много, то она ее, наоборот, выкручивает. Но, предположим, ноль не работает. Давайте чисто теоретически ноль не работает. Ноль это ничего. Давайте единицу попробуем. Точно так же. И тут, естественно, мне многие скажут, что это дело надо менять в конфиге. Помимо этого, я меняю не те параметры. Есть немножко другие параметры на эту тему. Я проверяю не то. Хорошо. Сейчас я ваши теории разобью в пух и прах, ребят. Я сам на этой теме, мягко говоря, удивился. Cloud Imperium Games, как обычно, оказался хитрее всех. Всех обманул, ставил бетчмарк в клиент и еще никому ничего не сказал. Итак, конфиги. Как видите, здесь огромное количество у меня конфигов. Это я проверял настройки. Грубо говоря, я проверяю до того, как о чем-то сказать. Открываем конфиг и копируем отсюда шейдер из HDR. Все остальное мы удаляем, нам не надо. И ставим ноль. Естественно, сохраняем файлик, закрываем и не запускаем игру. А идем в User и удаляем оттуда шейдеры. Потому что в шейдерах и лежит преренд. Это я тоже сейчас расскажу. Вот это реально повышает FPS. К слову сказать, Cloud Imperium Games в каждом обновлении, даже промежуточные тестируемые ПТУ, всегда просят удалять папку User. Я ее, честно сказать, удаляю не всегда, потому что у меня там управление достаточно сложное. У меня там джойстики, там всякая ерунда. Ну, в общем, по-правильному, да, надо удалять именно User. Но я иногда удаляю шейдер, потому что это реально дает FPS. О шейдерах и преренде я вам просто чуть позже расскажу. Прибегаем опять же в эту комнату, это чтобы был тест прям вообще точный. То есть мы тестируем все настройки на одном и том же свете. HDR у нас также великолепно работает, потому что открываем консоль, смотрим. HDR у нас прописан ноль. Теперь открываю все секреты. На клавиатуре Pitchdown, Pitchup это двигать консоль. То есть вы можете посмотреть, что до этого писалось. Система без каких-либо проблем определяет мою видяшку. NVIDIA GeForce GTX 980. Она также определяет вендор и номер девайса. В общем, клиент этой игры сканирует все, что у вас есть. Все, что у вас запущено, какие устройства, девайсы, джойстики и так далее и тому подобное. Далее. Он запускает бетчмарк. Знаете, что такое бетчмарк? То есть, грубо говоря, он проверяет сам, насколько сильный у вас CPU и насколько сильный у вас GPU. То есть графический процессор. Из этого он высчитывает какие-то данные, которые надо. Далее к этим данным он уже подстраивает графон. Все команды, которые мы вписали, он помечает как not whitelisted. Whitelist это белый список. То есть система, грубо говоря, пишет, что эта команда не в белом списке. Ignored, проигнорировано. Показываю фокус, мокус. Escape, опции. Лезем в графон и в графоне меняем качество графона. Давайте на любой, на Medium предположим. Пойдет. Открываем консоль. Вуаля. Какие-то ошибки. Пока на ошибки не обращаем внимания, нажимаем Q. У нас уже не троечки. Другие цифры. Эти ошибки на самом деле не что иное, как запрет на вот этих команд. Однако я эти команды не вводил. Как это все получилось? На самом деле все просто. Cloud Imperium Games запрещает очень многие команды вводить в консоль. Вот так вот. То есть он не любит, когда ему любимую игрушку ломают. Превращает из нее Minecraft. Что произошло? Как только я поменял графон, у меня сразу вылезла куча ошибок. Эти ошибки говорят о том, что это не белый список и такие команды запрещены. Но я их не вводил. Их ввела сама игра. То есть как только я меняю графон, их вводит сама игра. И вот игре вводить эти данные можно, а мне нет. Все. Точка. То есть из этого у нас получается, что мы можем взять любой среднестатистический компьютер, запустить игру, поставить максимальные настройки, и у нас игра будет на максимальных настройках. Вау! Я играю на самых крутых настройках. Посмотрите. Нет. Тут есть очень большая хитрость. Как я уже сказал, когда запускается игра, она запускает бенчмарк. Она проверяет все ваши данные, которые есть на вашем компьютере. То есть ваш CPU, GPU, оперативка, DX, какой стоит, какая версия винды и так далее и тому подобное. После этого она из этого делает какие-то выводы и подставляет под ваш компьютер ваш графон. То есть как это получается? Показываю на себе. Вот на примере. Кто следит за каналом, прекрасно знает, что периодически я там куда-то выезжаю к друзьям, и мы там снимаем под джойстиком всякие там навороты крутые. Ну или не крутые. До штурвала мы не доходили. Ты знаешь, я тебе, кстати... Слава богу, пока не дошли, блин. Естественно, у моих друзей есть компьютер. И я вам скажу по секрету, что у меня компьютер самый слабый из всех, с кем я общаюсь. Ну, естественно, в гостях я также играю. Почему бы и нет? Куча джойстиков, куча наворотов. Весело, прикольно. А инструкция есть? Есть еще свободные болты. Потом приходишь домой, думаешь, что-то с графоном не так. Дай-ка я его поставлю на максимум. Ставишь на максимум, все равно не так. Думаешь, это блин, я вроде бы все поставил точно так же, как и вот на том компьютере. Дымка какая-то на планетах появляется. Вроде бы ее не было. То есть, да, в игре есть дым. Есть туман. Но помимо этого, если видяшка не справляется, то вам автоматически нарисуют эту самую дымку. В этом плане Cloud Imperium Games всех обхитрил в очередной раз. Да, действительно, вы можете думать, что у вас самый топовый графон. Вы же максималку поставили. Для того, чтобы у вас был топовый графон, вам придется купить топовую видеокарту. Вот и весь секрет. Подводим итог. Многих он, конечно, разочарует. Системные требования официальные, таковы. Только винда 64, начиная с семерки. 64 бита. DX11, вот на момент записи видео, DX12 не умеет. Мало того, в шейдерах также лежит DX11. Видеокарта минимум 2 гига. Сразу подчеркиваю, это официальные требования. Сейчас скажу свои. 4-х ядерный проц и 16 гигов оперативки. SSD не просто рекомендация, стоит астронглей. Очень сильная рекомендация. Сейчас объясню почему. Две вещи, которые на данный момент запоминать не обязательно. Particle это частицы. Postprocess это частицы после обработки. Вот сейчас раскрываю все секрет, как работает игра. Вот это вот у нас отлетели частички и прошла постобработка. Постобработка это, грубо говоря, вот эти вот горящие моменты. Как вы сами видите, что со светом все нормально, но вот бабах вообще не очень. Он какой-то квадратный. Мало того, нам еще и лак прилетел. Вот он, фризик. Вот этот момент мы можем увидеть только один раз. На самом деле видяшка просто не стала нас фризить. Она нарисовала квадратики. Ей так легче. А вот этот процесс отправил на постобработку. Результат математики она положит в шейдеры. После того, как произошел преренд, этот гладиус вы можете просто изуродовать. У вас уже не будет ни одного ни лага, ни фриза, ничего подобного. Все будет отламываться. То есть, грубо говоря, если вы первый раз взрываете какой-то кораблик, то вы получите фриз. Дальше это все дело на преренде останется. И если вы взорвете такой же кораблик, у вас уже не будет никаких фризов. Ну а если какой-то новый кораблик появится, нового дизайна, то так же надо ждать преренд. Принцип примерно такой у этой игры. Теперь основная проблема с этой игрой. Все лоды, текстурки, ну и прочая составляющая у нас лежит на жестком диске. С харда данные в оперативку, с оперативки в процессоры видяшку. С видяшки уже вам на экран. И вы видите вот то, что происходит в игре. Но это все замечательно, есть у вас быстрый диск. А если у вас какой-нибудь слабоватенький HDD-шник, то у вас будут очень большие проблемы. Вплоть до того, что вы будете вставать в кровати и просто проваливаться через текстуру. Причем не просто проваливаться, но еще и краш. Это нормально. Вообще, если у вас нету SSD-шки, то вы будете проваливаться через много что. Поверьте на слово. А привод полный, интересно? Ее единственное, у кого не ломаются колеса. А куда здесь батарейки вставляются пальчиковые? Просто вот ваши друзья пробежали, вы не пробежали, провалились. Можете, кстати говоря, залезть в любую машинку. Угнать любую тачку. Отвечаю. Обладатели SSD-шника это позволить себе не могут. То есть по файловой системе, я думаю, у нас все понятно. Если хард у вас медленный, то у вас куча багов, лагов, все дела. И игра никогда не выйдет. Это МММ. В общем, разводка, там все дела. Если у вас SSD-шник, то игра замечательная. Ждем релиза. Все у нее великолепно. По поводу оперативки. Ситуация чем-то похожа. Я скажу честно, что в игре огромное количество memory leak, утечек памяти. Просто огромнейшее количество, потому что этот патч достаточно часто выходит. Разработчики особо не фиксят. Так, для вида что-то сделают и все. Игра минимально требует 16 гигабайт. Минимально. Хотя вы ее можете запустить также на 8. На 8 она пойдет. Правда, она вам об этом скажет, что неплохо было бы ей дать 16. На 8 гигах игра у вас крашенца. На 16 она у вас также крашенца. И на 32 она у вас крашенца. Просто на 32 пока это memory leak дойдет, у вас забьет вся память, вы уже отыграете 5-6 часов без проблем. Короче, у кого побольше памяти, меньше крашей. Примерно так. По видеокарте. Это самое интересное. Предположим, у вас вот какая-то слабенькая видеокарта. Моя, например, уже далеко не топовая. Как я уже говорил, игра вначале запускает бенчмарк. Она измеряет ваш проц, видяшку, количество памяти на видяшке, оперативку. В общем, все данные берет и формирует из них определенные цифры. Из этих цифр она подгонит вам графон под ваш компьютер. Вы такие довольные, ставите графон в максималку, круто вы играете на максимальном графоне. Только об этом никому не говорите. Потому что если вы купите какую-нибудь топовую видяшку, я вам отвечаю, у вас пачка отвиснита от графона, который вам предоставляет игра. Я не раз это проверял, потому что я вот катаюсь по друзьям, еще раз говорю. Абсолютно такая же ситуация происходит с процессором. Потому что процессор также обсчитывает игра. И под него также подоставляет графон. Так что с графоном это процессор плюс видяшка. Чем вообще тогда отличаются настройки графики? Очень многие уверены, что они ни на что не влияют. Ну потому что по FPS у просадки никакой, когда мы меняем графон. Это действительно так. Как я уже и показывал, когда мы меняем графику, игра постоянно вписывает какие-то дополнительные команды. Причем эти команды нам вводить нельзя. Игре можно. За пример можно взять полкиней. Открываем юзер KFG и вписываем сюда, ну предположим, 2048. Заходим в игру. 8192. Окей, меняем принудительное. Вписываем 2048. И мы думаем, что у нас 2048. Когда поймаете краш в игре, откройте репорт, который отправляется в Robert Space Industrial. И вы там увидите 8192. То есть, грубо говоря, игра вас послала, просто она об этом официально не сказала, когда вы выводили команду. Нельзя эти команды, они не входят в белый список, нельзя их вводить. Игра может подгонять. Если мы изменим очень легкую графику, у нас полкиней станет намного меньше. 2048. Например, у меня встают такие цифры. Результат. Ну вот я вам сейчас показываю результат. Вот это вот на легкой графике. Я не знаю, здесь ограничение источники света или тени, дальность теней. Но в любом случае результат такой. Это вот, еще раз говорю, легкая графика. Вот такой же пример. Видите, что с тенями происходит? Я, естественно, пробовал эти команды вводить напрямую, причем не один раз. Ставил абсолютные нули. Как видите, все великолепно. Летает. Тени отрабатывают. Отражение света отрабатывает. Отражение оттекла. Все великолепно. Естественно, я перед этим шейдеров скинул. Все здесь нормально. То есть, для желающих, кто хочет потопить за юзер кфг, что он работает, могу подсказать еще один способ, который тоже работает. Утром помолиться Крису, это плюс 30 фпс. И после обеда это еще плюс 10. Сам лично не проверял, но говорят, работает. В конфиге можно вписывать команды. Какие можно? Все, которые есть в опциях. То есть, гамму можете вписать, можете разрешение экрана вписать. Все, что здесь есть, вы можете вписывать. Ну, а толку вписывать в конфиг, если у вас то же самое, вы можете поставить из опций. Также есть несколько тестовых команд. Например, вот ssdo1.2. Вы их можете менять. Ну, качество графики я вам сейчас покажу. Увеличу. По фпсу разница небольшая. А можете поставить, кстати говоря, ssdo3. Но лаги вам обеспечены на 100%. Также команда ssdo1 может дать вот такой вот, например, результат. Не очень приятный. Но в основном это проблема ваших крашей. В общем, все команды, которые доступны, либо они уже утверждены и официальные, которые находятся в опциях, и вы их можете менять. Либо они являются тестовыми. Например, как прямая синхронизация видеокарты, там, ну и прочее. Это все не дает стабильности игры. Если вы хотите постоянно краши ловить, тогда меняйте вперед. Но я бы не советовал. Теперь вопрос к вам. Точнее говоря, два вопроса. Сейчас я нахожусь в процессе сборки нового компа. Ну, прикидываю, что и как. Также обсуждаю с друзьями, какие лучше вещи взять. Вот у нас постоянный спор Ryzen, либо Intel. И постоянные споры за видяшку. Причем за видяшку больше споры именно по бренду. Какую бренду взять? Там, Palit, MCI, Asus. В общем, нужны какие-то рекомендации. И второй вопрос. Через месяц-полтора где-то я соберусь на новый компьютер. Я могу пока свой старый не скидывать, оставить его для тестов. Если очень интересно, как, например, будет бегать компьютер, если туда всунуть SSD-шку, либо вообще M.2 память, либо новая видяшка, как она будет работать. Если интересны такие тесты, пока я его не скинул, он у меня есть, пишите в комментариях, запилим видяшку, это вообще не проблема. В игре нету никаких швов. Единственная загрузка, которую вы видите, это когда вы запускаете саму игру и когда вы подключаетесь к серверам. Далее твори, что хочешь. Бегай по городу, покупай что-то, покатался на метро, на трамвайчиках, спустился в ангар, вызвался корабль, лети куда хочешь. Хочешь, вот взлетай с планеты, к астероидам лети. Эти астероиды, и там что-то километров 200 тысяч, я уже дальше опух, переварпывать. Все это дело происходит без каких-либо перегрузок. То есть игра никогда не сообщает вам подождите, загружается локация. На самом деле в игре постоянно что-то подгружается. Просто вы это не видите, это прозрачно. То есть в игре, еще раз говорю, нету никаких швов. По графону получился очень интересный момент, потому что игра подстраивается под ваш компьютер. Честно сказать, я такого от разработчиков не ожидал. Своебразная такая динамическая графика, подгоняющая под ваш компьютер. Насчет теоретической возможности максимального графона, какой может быть в игре, я думаю, они сугубо теоретические. Разрабатчика закладывается, я думаю, на компьютеры, которые сейчас не существуют. Именно для этого, скорее всего, и вводили эту всю динамику. Самый главный момент, от которых многих реально бомбанет. Дело в том, что игра за вас сама подставляет графику и не дает вмешиваться в этот процесс. Единственное, что вы можете, это в опциях что-то менять. Какие-то дополнительные глубокие детали менять вы не можете. В будущем, возможно, эта консоль вообще отключит и оставит только настройки графики. Почему так делают? Потому что вам не позволят игру опускать до уровня квадратов, до уровня пикселей, как это делается в других играх. Прозрачные деревья, невидимые кусты, графон в минималку, чтобы лучше видеть игроков, чтобы лучше попадать. Это все не для этой игры. Потому что в этой игре, как бы вы ни ставили графон, первым делом, он будет вам ставить детализацию. Даже на самых минимальных настройках у вас все равно будут эффекты. У вас будут перегрузки, в которых вы будете плохо видеть. И вы не можете их отключить. Потому что так решил Крис. Потому что Крис не позволит из этой игры делать игрушку, превращать из нее Майнкрафт. И да, если у вас слабый компьютер, а вы хотите в нее поиграть, а еще постримить, и неплохо было бы ее графон опустить там до уровня квейка чемпионат, не получится. Все. Это вот, ну, такова политика Cloud Imperium Games. Никаких пикселей. Я, естественно, умолчал о таком процессе, как гамма. Можно выкрутить гамму и ночью все видеть. Это до поры до времени. Еще раз говорю, разработчик не даст издеваться над своей игрой и превращать ее там в Майнкрафт. Да, сейчас вы это можете поверить. Это вопрос времени. Причем короткого. Вот так вот. Кому интересна игрушка, ссылку на регистрацию я оставил. Если не хотите покупать эту игру, ждите бесплатные недели или бесплатные выходные. И зайдете, потестируете, бесплатно поиграете. Жду от вас комментариев. На этом прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok